приветствую друзья почему-то последнее время часто стали спрашивать про студийные мониторы причем не начинающие звукоинженеры как можно было бы предположить а гитаристы и когда их спрашивают для чего им нужен монитор они рассказывают что хотят подключать гитару через аудиоинтерфейс и играть через west и плагины или через какой-нибудь гитаре рик баяс оверлоут и чу либо на другой на ней ролл dsp а или хотят подключать напрямую эти мониторы к своему процессору или формировать звук с помощью лампового предусилителя и плеера импульсов и обычно я отвечаю что монитор им не нужен давайте разберемся с тем что такое вообще монитором само слово монитор намекает на область применения мониторинг это контроль есть два типа мониторов а первые это так называемый сценические монитора это монитора которые стоят на сцене и нужны для того чтобы музыканты слышали себя и других музыкантов вы могли видеть напольные монитора с наклонной стенкой передние на нее это еще гитаристы да не только гитаристы любят пафосно оставить ногу во время соляка и вот это вот как раз мониторинг то есть из этой колонки гитариста слышит себя там барабаны бас что ему там еще надо и есть еще там боковые прострельные мониторы но этого мы касаться сегодня не будем это отдельная тема по сути это просто мощные колонки с направленным звуком чтобы они там не пересекались чтобы каждый мог настроить нужный звук и свои вот этой вот колонки второй тип мониторов это так называемые студийные монитора обычно это компактные колонки небольшой мощности там нет задачи играть очень громко и у них есть серьезное отличие от обычных бытовых колонок колонки через которые мы привыкли слушать музыку играть в игры или посмотреть телевизор обладают очень неровной а чеха амплитудно частотной характеристикой она обычно указано паспорте ну по крайней мере на советской акустике она была указана сейчас по моему уже все забили а плюс производители часто добавляют еще активный эквалайзер чтобы можно было еще больше испортить вот эту неровность ну чтобы там низы качали вверх можно было нам подрезать либо наоборот сделать более звонким а в обзорах там часто можно прочитать всякие пить это там мягкие мягкая середина там звонки верха и какие-нибудь упругие низа вот это собственно попытка обрисовать вот эту неровность а чеха а вот у студийного монитора а чеха должна стремиться к абсолютно ровной то есть идеальное правда несуществующие но тем не менее вот идеальный студийный монитор должен звучать никак то есть он не должен никак приукрашать звук не низа не верха добавлять никаких частотных искажений делать это позволяет звукоинженерам более точно работать записанным аудиоматериалом то есть они слышат записанный материал абсолютно ровным и не искаженным и наверняка сейчас кто-то спросит а в чем проблема на гитаре играть через студийный монитор и если они выдают практически идеальный звук да нет на самом деле никакой проблемы но кроме стоимости просто и смысла особого нет потому что если вы посмотрите на а чеха гитарного динамика вот такое вот там все то неровность а чеха обычной бытовой колонки тут уже особо ничего не испортят как говорится тут все испорчено до нас и чтобы не быть голословным мы сейчас проведем небольшой эксперимент в ростове я работал в студии на мониторах и дома у меня одно время были мониторы но перед переездом москву я продавал все лишнее и с тех пор у меня мониторов не было я пользовался вот такими колонками это обычные бытовые микролаб соло 2 мк 3 по моему модель называется такая типичная бытовая колонка есть верхний верхний нижние частоты то есть встроенный эквалайзер ничего особенного и для звука и эти колонки старался не использовать а то есть только музыку там послушать в игрушки поиграть и прочее но недавно друзья на мою днюху мне сделали просто какой-то сумасшедший подарок это мониторы кали lp6 ребята из чата хлеб sound скинулись и подарили мне эти колонки за что им просто безмерно благодарен потому что это ну какой-то сумасшедший подарок это профессиональные очень хорошие мониторы и у меня наконец-то появилась возможность показать вам разницу между мониторами и бытовыми колонками в плане гитарного звука то есть я не говорю там простудийное применение про работа там с общим звуком только в плане гитара что мы сейчас сделаем я сыграю пару на рифов на гитаре через свой обычный аппарат это sld и плеер импульсов и после этого прогоню этот звук через монитора через кали lp6 и через микролабы а сигнал сниму вот таким конденсаторным микрофоном октавы мк 319 конечно это не идеальная эксперимент будет потому что и это мы не самые точные скажем так конденсаторный микрофон не измерительный для этого есть другое оборудование но тем не менее это нам покажет разницу в чеха по крайней мере ту разницу которую мы можем услышать просто сидя возле колонки а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чтобы вы понимали, друзья, Kali LP6 стоит где-то в 4-5 раз дороже, чем вот эти микролабы. И было бы глупо говорить, что они одинаково звучат. Нет, у них разная АЧХ, это слышно даже на гитаре. Но тем не менее, если закрыть глаза и просто послушать оба сэмпла, то есть первый, второй, первый, второй, если устроить слепое прослушивание, то я уже не угадаю, где монитор, а где обычная бытовая колонка. То есть и тот, и другой сэмпл нормально звучит. Давайте более детально посмотрим на разницу в АЧХ этих двух колонок. А вот это у нас на первой дорожке оригинал. На второй дорожке у нас Kali, снятый микрофоном. И на третьей дорожке микролаб, снятый этим же микрофоном. И посмотрим более, скажем так, понятно это графически. Повесим три вот таких анализатора. Слева у нас оригинал в линию, справа Kali. Вот здесь видно, на каком треке висит. И внизу микролаб. Так, поставим так, чтобы было видно частотки. И теперь запустим и посмотрим, как все это выглядит визуально. Я сделал принтскрин. Ну вот таким вот образом зафиксировал всю нашу картинку. И теперь давайте посмотрим, что же у нас здесь получается. Так, буду просто рисовать карандашом белым цветом. Вот так. Классно. А по низу в целом все очень похоже. Но можно заметить, что у колонок больше бубнящего низа. Но это и в принципе слышно. Вот здесь уже идет спад. А вот здесь прям вот бубнит. Причем на микролабах бубнит чуть-чуть сильнее даже, чем на Kali. Дальше вот такой провальчик на 400 Гц, как и в оригинале. Подъем на 600... Ну, где-то на 700 Гц. Везде он присутствует. Здесь все хорошо. И даже вот эта вот часть на микролабах чуть больше похожа на оригинал, кстати, чем на LP6. Но вот дальше начинается серьезное отличие. Вот здесь у нас на 2 кГц, ну, давайте вот так вот сделаем, идет подъем. И он виден как в оригинале, так и на Kali LP6. То есть посмотрите, насколько эта картинка схожая. Ну, за исключением вот этого участка. А вот на микролабах тут все совсем иначе. Во-первых, у нас появляется вот такой вот непонятный горб один. То есть здесь он более широкий. Здесь он прям такая остроконечная такая гора. Дальше появляется провал. И вот эта вот область, вот сейчас я даже выделю ее отдельно. Это та область, которая, в принципе, отвечает за голос гитары. Это где-то от 3 до 5 кГц. И вот в оригинале и на LP6 она почти одинаковая. А вот на микролабах здесь все совершенно по-другому выглядит. Есть торчащие 3,5 кГц, которых нет ни в оригинале, ни в LP6. И это, ну, достаточно такая зудливая частотка. Есть вот эта у нас тоже поднятая частотка, которая тоже будет добавлять определенного зундежа. Вот. Ну, и я думаю, вы увидите просто визуально, насколько это отличается. И для профессионального звука, для профессиональной работы со звуком, конечно, вот такая картина неприемлема. То есть это серьезные искажения. Ну, в целом, дальше у нас здесь все похоже. Ну, оно не может быть не похоже, потому что гитарного звука за 6... Ну, грубо говоря, вот здесь идет у нас спад на 6 кГц, он везде виден. Ну, в оригинале еще появляются вот эти вот частотки. Даже вот здесь там что-то на 10 кГц. На варианте, снятом с микрофоном, этих частот уже нет. Но, в принципе, они нам и не нужны. Основная разница, друзья, вот здесь, в серединке. Да, окрасы у них разные, особенно по верхней серединке это слышно. Но и там, и там, в принципе, абсолютно нормальный гитарный звук. Более того, я вам скажу, что многие профессиональные звукоинженеры используют всякие бытовые колонки для так называемого шит-контроля. Чтобы, сведя все это на нормальном оборудовании, на хороших мониторах, потом все это послушать, как это будет звучать на бытовых колонках. Потому что, ну, слушатель слушает, как правило, на обычных колонках, в обычные наушники, а не на мониторах. Поэтому, даже если у вас есть качественные, клевые мониторы, имейте всегда в запасе пару обычных бытовых, ну, если вы хотите, чтобы ваша сведенка хорошо звучала на любом оборудовании. Да, друзья, если вы решили купить себе мониторы, то будьте внимательны. Почему-то они продаются чаще всего по одной штуке. То есть, если вы заходите в магазин, смотрите ценник, ну, интернет-магазин, смотрите ценник, там, 15 тысяч рублей, и вы думаете, что это за пару колонок, как вы обычно привыкли покупать, какие-нибудь бытовые колонки, то есть стерео. А нет, мониторы почему-то вот продаются по одной штуке, так что будьте осторожны, чтобы не было потом сюрприза. Думали, что купили пару мониторов, а приедет только один. Конечно, если вы работаете со звуком профессионально, вам нужны мониторы. И мониторы-колонки, и мониторные наушники. То есть, вам нужен контроль звука, и вам нужно слышать его абсолютно в неизмененном виде. И я еще раз хочу выразить благодарность ребятам, которые подарили мне эти Akali LP6, потому что теперь я могу работать со звуком реально более детально. И разницу в звучании я уже оценил. Но, если вы играете просто для себя, для дома, для души, то вам хватит любых бытовых колонок. Микролабы, всякие эдифайры, не знаю, что там еще китайского сейчас производят. Не проходите мимо музыкальных центров, которые можно дешево бы укупить. А это, по сути, достаточно большие колонки, как правило, и встроенный усилитель. Избегайте совсем уж маленьких колонок, типа всяких Genius'ов, с вот такими вот там динамиками. Ориентируйтесь, ну вот, примерно на такой размер динамиков, чтобы было хотя бы 4, 5, 6 дюймов на низкочастотник. Тогда гитара не будет песочить, будет хороший серединистый звук. И, конечно, не забывайте про советскую акустику, потому что ее все еще можно купить, она все еще работает, как это ни странно. И я вообще не знаю, что может быть лучше, чем врубить какой-нибудь клевый VST через два S90 с вот такими вот блинами GD-N75 или GD-30 в разное время ставили. Врубить на полную мощность, порадовать себя, ну и, конечно же, соседей. Друзья, огромное спасибо за просмотр, за ваши лайки и репосты в соцсетях. А с вами был, как всегда, Кирилл. Всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok